Наблюдая за результатами исследования космического пространства, мы все чаще обращаем внимание на объекты, которые находятся очень далеко от нашей планеты. Однако помимо далеких звездных систем, Вселенная скрывает в себе множество других, более загадочных небесных тел. И некоторые из них, в отличие от большинства, не отдаляются, а наоборот приближаются к нашей планете. Представьте себе небесное тело, путь которого начался далеко за границами нашей системы. И вопреки всем представлениям о перемещении тел в космосе, этот объект движется прямо по направлению к нам. Ранее обнаружение таких межзвездных странников действительно могло поставить в тупик все научное сообщество. И сейчас я расскажу вам про самые странные объекты из всех тех, что когда-либо приближались к нашей планете. Как правило, небесные тела, обладающие такими свойствами, относят к классу межзвездных объектов. В большинстве случаев они не связаны силами тяготения с какой-либо звездой. Такие космические странники в теории могут образовываться в поясах астероидов других звездных систем, а затем из-за столкновения с более крупными объектами менять свою орбиту и покидать границы родных систем. К примеру, точно такой же механизм образования межзвездных объектов есть в нашей системе. И значительная часть небесных тел из облака Оорта или пояса Койпера в итоге выходит в межзвездное пространство. Учитывая эту гипотезу, можно предположить, что в нашей системе находится гораздо большее число прибывших из далеких краев космоса объектов, чем считалось ранее. Например, в редких случаях межзвездные странники могут быть захвачены гравитацией более крупного небесного тела и переведены тяготением Солнца на гелиоцентрическую орбиту. А единственной ближайшей планетой, которая имеет достаточную массу для того, чтобы провести подобный захват, является Юпитер. И именно рядом с ним располагается одна из самых необычных короткопериодических комет, которые нам когда-либо удавалось обнаружить в Солнечной системе. Данный объект получил название комета Макхольца-1, а его обнаружение было совершено 12 мая 1986 года. И самым уникальным в этом небесном теле являются его необычные характеристики. Комета обладает сильно вытянутой орбитой, благодаря которой она подходит к Солнцу на 0,123 астрономической единицы, что в 2,5 раза меньше перигелия Меркурия. Кроме того, она также имеет крайне необычный химический состав и содержит в 72 раза меньше циана, чем обычные кометы. Эти свойства позволяют астрономам предположить, что комета Макхольца была рождена далеко за пределами нашей системы и, будучи захваченной гравитацией Юпитера, действительно была переведена на гелиоцентрическую орбиту. Однако комета Макхольца – это всего лишь гипотетический межзвездный странник, выяснить происхождение которого сегодня практически невозможно. Но среди тысяч известных нам кометы астероидов наука знает и такие небесные тела, которые прибыли в нашу систему относительно недавно. И одним из них является комета Борисова. Этот объект не является гравитационно связанным с Солнцем и движется по нашей системе со скоростью 30 км в секунду. Путь, по которому перемещается комета Борисова, вероятнее всего, начался в созвездии Кассиопеи вблизи границы с созвездием Персея. А на роль материнских звездных систем кометы претендуют сразу несколько космических точек – РОС-573, Джи-Джей-4384 и Эйчди-343-27. Если же говорить про те характеристики кометы, которые нам удалось выяснить, то диаметр объекта равняется 20 км, а орбитой является гиперболической. Спектр же кометы очень похож на спектр большинства других комет Солнечной системы. Наблюдение за этим небесным телом по-прежнему продолжается. И в начале марта 2020 года астрономы из проекта OGLE заметили на комете Борисова две последовательные вспышки. Эти процессы указывают на то, что внутри кометы произошел взрыв, в результате которого был выброшен крупный фрагмент. Однако дальнейшая судьба образовавшегося элемента нам неизвестна. Но даже несмотря на всю уникальность кометы Борисова, существование подобных небесных тел вполне предсказуемо. И рано или поздно через нашу систему должен был пройти объект такого типа. Однако то же самое нельзя сказать про следующее небесное тело. А именно про первый обнаруженный межзвездный астероид под названием Оу-Муа-Муа. Его открытие было совершено 19 октября 2017 года канадским астрономом Робертом Уэриком, когда астероид находился на расстоянии 30 миллионов километров от нашей планеты. Первоначально Оу-Муа-Муа приняли за комету, но спустя некоторое время небесное тело отнесли к новому классу, под названием гиперболические астероиды. Вероятнее всего, изначально объект находился в окрестностях звезды Вега, а затем начал движение по гиперболической траектории со скоростью 26 километров в секунду по направлению к нашей системе. При этом наука точно не знает, как долго Оу-Муа-Муа находится в межзвездном пространстве. И Солнечная система, возможно, первая планетная система, через которую астероид пролетел после выброса из своей родительской системы. Считается, что объект преимущественно состоит из камня, а его диаметр оценивается примерно в 200 метров. Этот астероид представляет из себя сильно вытянутый объект, который можно назвать одним из наиболее продолговатых небесных тел в Солнечной системе. И по мнению астронома Дэвида Джуэта, именно его форма вызывает основной интерес среди ученых. Так как небесное тело, имеющее такое строение, должно было образоваться либо в результате разрушительного события, либо же искусственным путем. Например, Оу-Муа-Муа когда-то мог представлять из себя осколок протопланетного тела, которое прошло слишком близко к звезде-хозяину и было разорвано на части ее приливными силами. А результаты компьютерного моделирования подобных событий показали, что если крупное небесное тело находится в пределах нескольких сотен тысяч километров от своей звезды, оно действительно может разрушаться из-за воздействия звездных потоков, распадаясь на очень вытянутые осколки с достаточной кинетической энергией, чтобы вырваться из своей системы. Предполагается, что это событие произошло примерно 45 миллионов лет назад. При этом некоторые ученые высказывали предположение, согласно которому этот объект в теории может являться инопланетным космическим кораблем. Но, к большому сожалению футурологов, в середине 2019 года астрономы окончательно поставили точку в этом вопросе и доказали, что никаких свидетельств в пользу искусственного происхождения Оу-Муа-Муа у нас нет. На данный момент астероид покидает Солнечную систему и движется по направлению к созвездию Пегаса. Скорость его удаления от Солнца оказалась несколько выше, чем предсказывалось, исходя из законов небесной механики. И на 1 июня 2018 года скорость объекта составляла около 31,6 километров в секунду. Кроме того, существует и гипотетическая возможность отправки миссии к этому астероиду, которая позволила бы более подробно изучить его свойства. Но из-за того, что Оу-Муа-Муа имеет слишком высокую скорость, ни один из существующих на данный момент аппаратов не сможет его догнать. В теории приблизиться к астероиду получится только с помощью гравитационного маневра у Юпитера и использование эффекта Оберта, который существенно увеличит скорость двигателей. Кроме того, для этой цели учеными рассматриваются и более продвинутые варианты. Например, использование лазерного парусного двигателя, основанного на технологии Breakthrough Starshot. Однако стоит учесть, что основная проблема в таких миссиях будет заключаться в том, что нам нужно будет достичь астероида за наименьшее время и при этом иметь возможность получить полезную научную информацию. Если же зонд будет разогнан до слишком большой скорости, он не сможет попасть на орбиту Оу-Муа-Муа и просто пролетит мимо него. И на данный момент попытка исследования астероида с помощью космических аппаратов остается только теорией. Но если одна из этих миссий когда-то все же случится, трудно представить, какие секреты может скрывать подобное небесное тело. Ведь преодолев миллионы километров пути, объекты вроде Оу-Муа-Муа могут открыть нам массу полезной информации. И никто точно не знает отпечатки каких событий они могут в себе нести. Кроме того, межзвездные путешественники в теории могут оказаться и отличными переносчиками неизвестных нам видов материи. И если человеку когда-нибудь удастся посетить поверхность одного из них, вполне вероятно, что такая миссия даст нам ответы на многие вопросы об этих загадочных небесных телах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова